Привет! Сегодня у нас появилась уникальная возможность пустить Академию ракетных войск стратегического назначения и узнать, как и чему обучают курсантов в этом заведении. В день двухсотлетия прославленного вуза мы пообщались с преподавателями и курсантами Академии. Сложно ли поступить в Академию и сколько человек на место? Ну, в Академию поступить несложно. Самое главное, чтобы те, кто поступают, хорошо владели русским языком физикой и математикой, были физически подготовлены. У мальчика у нас конкурс 4,5 человека на место, у девочек 10 человек на место. В Академии и филиале обучается около полутора тысяч человек. Это самый главный учебный корпус. Он называется учебно-лабораторный корпус. Всего у нас их 4. Он выполнен в форме восьмиугольника с центральной частью. В центральной части у нас располагаются специализированные классы. Курсанты здесь занимаются на тренажерных системах, на лабораторных комплексах. Всего у нас здесь 28 специализированных классов компьютерных, а также учебных и лабораторных установок. Мы с вами находимся в сердце нашего образовательного класса, учебно-лабораторного корпуса Академии. Здесь размещаются все кафедры Академии и организованы учебные занятия. Вот мы, в частности, находимся на уникальной кафедре, которая занимается подготовкой специалистов по управлению беспилотным летательным аппаратом. В данном случае здесь находятся курсанты, которые выполняют роль руководителя полетов. То есть они дают задание на разработку новой трассы, и уже операторы ППЛА готовят трассу для того, чтобы беспилотный летательный аппарат двигался по второму парашюту и выполнял установленные боевые задачи в зависимости с данным типом нагрузки. У нас в Академии, вы знаете, широко используются новые информационные технологии, современные. Более того, мы даже в ходе самостоятельной работы, а это что такое, знаете, самостоятельная работа? Это вот школьник, школьник приходит со школы и делает домашние задания. У нас это называется самостоятельная подготовка. То есть курсанты, они готовятся к предстоящим занятиям. И вот у нас есть специализированные классы для того, чтобы они готовились к занятиям. Они оборудованы самой современной техникой. Я предлагаю зайти посмотреть, чем у нас занимается курсанты, пока нет преподавателей и офицеров. Вы не против? Конечно. Давайте посмотрим. Каждый класс в среде подготовки оборудован системы технологий виртуальной реальности. То есть курсант, находясь на аналоге у каждой стартовой позиции, может выполнять те технологические операции, которые предстоят им выполнять в войсках. Очень неожиданно в стенах Академии РВСН видеть космическую технику. Ничего неожиданного. Дело в том, что главной особенностью современной войны является ситуация, при которой офицеры любых видов и родов войск в обязательном порядке взаимодействуют с разнообразными гражданскими и военными космическими системами. В этой аудитории они проходят подготовку для того, чтобы понимать принципы их работы и уметь точно пользоваться их достоинствами и понимать их недостатки. Мы с вами находимся в курсантском общежитии. Здесь у нас проживает 300 курсантов. Четвертого и пятого курса. Сколько человек проживает в комнате? В комнате проживает 2 человека, непосредственно в блоке проживает 4 человека. Мы сейчас находимся в спортивном комплексе. А часто ли получается у курсантов заниматься спортом? Ну, во-первых, мы находимся в физкультурном оздоровительном комплексе, который уходит в спортивный власть в наши академии. Конкретно, что касается этой ледовой арены, здесь у нас проводятся занятия по хоккею. У нас есть своя команда, она называется «Стратегия». Мы участвуем в соревнованиях между вузами в Москве, в Подмосковье, как военными, так и гражданскими, сношно-сельскими организациями. Ну и без ложной скромности занимаем первое место. Продолжение следует... Продолжение следует...